В день защиты детей во всех городах и районах Кубани стартовал турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. В течение июля соревнования по стритболу пройдут как среди дворовых команд, так и среди сборных спортивных школ. На одном из турниров побывали и наши корреспонденты. Виталий Федоринов, воспитанник Славинской детско-юношеской спортивной школы «Кристалл», во всекубанском турнире по стритболу участвует уже не в первый раз. В прошлом году его команда вошла в тройку лидеров. На этот раз Виталик тоже намерен победить. Спортсмен, он в любом спорте будет успешен, если в нем есть спортивная жилка. Виталий играет в стритбол с самого детства. По словам спортсмена, главное в этой игре – продумывать каждое движение. Мне нравится играть в стритбол, потому что это весело. Там немножко другие правила, чем в баскетболе. Более маленькая площадка, из-за этого удобнее играть. И не очень сложные правила. В этот день турнир проводился среди спортивных школ. Играли боксеры, борцы, танцоры и, соответственно, баскетболисты. Уличный баскетбол, другими словами, стритбол, сложно назвать видом спорта. Это скорее просто увлечение, которое можно сравнить с воркаутом, фитнесом городских улиц. Всекубанский турнир по уличному баскетболу проводится с 2008 года. Это одно из самых массовых соревнований среди детей и подростков в стране. И число поклонников стритбола год от года только растёт. Это проходит второй этап. Здесь у нас победители первого этапа. У нас с 1 по 5 июня проходил первый этап на территории сельских поселений и также в городе здесь. И здесь у нас сейчас победители этого этапа. Здесь принимают сельские поселения команды и команды спортивных школ. У нас принимает участие около 100 человек сегодня здесь. Эти соревнования проводятся в три этапа – внутрипоселенческие, районные и зональные. Проходить они будут в трёх возрастных категориях – младший, средний и старший. Второй этап турнира будет проходить до середины июня. Затем, чтобы дойти до финала, командам-победителям предстоит пройти зональные соревнования. Кому предстоит защищать честь нашего района на краевом уровне, узнайте в ближайших выпусках программы «События». Надежда Неткочева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».